Привет, друзья! Сегодня я специально для вас снял тренировочку, как увеличивать мышечную массу в грудных мышцах, в широчайших и в мышцах голени, в гликолитическом мышечном волокне за счет гиперплазии увеличения количества миофибрилов. И мы с вами постепенно научимся делать это и в окислительном мышечном волокне, а также мы научимся увеличивать количество митохондрий в гликолитических и окислительных мышечных волокнах. Все это очень и очень важно. Не знаю почему, к сожалению, меня преследуют очень много различных травм на хоккее. Вот вы видите, огромный синяк прилетел мне, уже рассасывается 5 дней назад. Вчера играл, прилетела шайба в широчайшую, сегодня было очень тяжело ее тренировать, позавчера вот в плечо. Наверное, это говорит о том, что нужно уже покупать новую защиту, моей уже 6 лет. Да, чтобы вы понимали, это все через братарскую защиту пробивает. Сегодня мы с вами на практике будем увеличивать мышечную массу грудных мышц, широчайших и мышц голени. Гипертрофировать гликолитические мышечные волокна за счет гиперплазии миофибрил. И никакой теории, только практика. Я очень сильно уважаю Виктора Николаевича Силуянова, прислушиваюсь к многим его советам, к большинству. Стараюсь строить свои тренировки грамотно по науке. Но, естественно, как говорит Юра Спасухоцкий, мы все-все подстраиваем под себя. Я недавно выпустил статью, у меня на сайте и в группе ВКонтакте вы можете прочитать ее целиком, где я подробно рассказываю, как на самом деле нужно тренировать гликолитические мышечные волокна, именно за счет гиперплазии миофибрил. И в чем немножечко неправ Виктор Николаевич. Неправ может быть громко сказано, но давайте посмотрим. После общей разминки я приступаю к специальной разминке для грудных мышц. Сегодня буду работать над верхним отделом грудной мышцы. Делаю разминочно-подводящие подходы. Подхожу к рабочему весу. Как вы видите, чем плавнее я это делаю, тем безопаснее для суставов, для связок. А это очень и очень важно. Точнее, извиняюсь, для сухожилий. Сухожилие это то, что связывает наши мышцы с костями, а связка это то, что связывает кости между собой. Это нужно точно понимать четко. Так вот, друзья, по рекомендациям Виктора Николаевича, вы должны взять 80-85% веса от вашего разового максимума и поработать 40 секунд. Поверьте, это нереально сделать для большинства из нас. Лично я тоже так не могу сделать. И на практике, к сожалению, в теории это все очень красиво и грамотно, но на практике, если мы будем работать так, как необходимо работать для кипертрофии мышц, практически никто, повторяю, из нас не сможет поработать с весом 85% от разового максимума в течение 30-40 секунд, как это рекомендует Виктор Николаевич. Если вы внимательно смотрели его лекции, он пример приводит на жиме штанги. Где вы опускаете штангу, отдыхаете, выжимаете штангу, отдыхаете. Возможно, при таком режиме мы с вами и сможем поработать с 80% от разового максимума и выполнить под нагрузкой необходимые 30-40 секунд. Но это тоже вопрос. Лично я смог сегодня поработать 75%, а может быть даже и 70% от своего разового максимума в наклонном жиме гантелей. Чтобы вы понимали, я при обычной работе, при обычной нашей нагрузке, когда мы не сильно-то очень концентрируемся, стараемся побыстрее проработать все, работаю со 120-ю паундами в каждой руке и делаю 15 повторений. Сегодня же в первом подходе я осилил 15 повторений с 95% извините, с 95% паундов в каждой руке. При этом, вы видели, я старался слегка замедлять негативную фазу, что я постоянно рекомендую, а в позитиве работать в обычном режиме, но концентрироваться именно на сокращении грудных мышц. Что нужно понимать? Большинство людей еще не понимают. Когда Виктор Николаевич говорит об отказе, нужно понимать, что это не концентрический отказ. Когда вы взяли вес, 4-5 раз выжили его, и вас задавило, вы больше не можете делать. Это бесполезно. Это не тот отказ. Необходимо, друзья, добиваться отказа за счет нестерпимого сжения в рабочей мышце. То есть, скачаете грудную мышцу, вы должны просто за счет того, что грудная мышца настолько наполняется кровью, закисляется, болит, что вы не можете уже делать. Вот о каком отказе речь. Вот какой отказ провоцирует все факторы для запуска и строительства новых миофибрилл в мышечном волокне. Это четко нужно понимать. Так вот, если бы я хотел поработать, как советует Виктор Николаевич, с 80-85% от разового максимума, в таком режиме, вы видите, я не отдыхал ни в нижней точке, ни в верхней, старался работать, постоянно держать мышцу под нагрузкой, и смог это сделать с 70% от разового максимума. Следующее упражнение, это будут широчайшие мышцы, и сегодня мы будем работать в горизонтальной тяге. То же самое, делаю два разминочно-подводящих подхода, подхожу к рабочему весу, и то же самое, чтобы поработать эти самые необходимые 40 секунд, которые советует Виктор Николаевич, мне необходимо снизить вес. И вес тоже 70-75%, даже не от разового максимума, друзья. О чем это говорит? Это говорит о том, опять-таки, что всегда теория, это хорошо, но теория без практики бесполезна. Пробуйте, возможно, это только я, такой дрищ, слабенький, невыносливый, не могу с 85% от максимума в нормальном рабочем режиме поработать 30-40 секунд. Возможно, у вас получится. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее, что я буду делать, это подъемы на носки сидя. Тоже делаю разминочно-подводящие подходы, выставляю рабочий вес и работаю до ощущения сжения, плюс еще стараюсь выдать 3-4 подходика сверх этого сжения. И отказ в голени, как раз-таки, вы это можете прочувствовать лучше всего, наступает за счет того, что голень просто горит огнем. Ну, вес-то не такой большой, но голень настолько горит, что вы не можете просто дальше продолжать движение. Вот тот отказ, о котором говорил Виктор Николаевич. Обязательно подумайте над этим. Почитайте, друзья, мою статью. Повторяю, вы ее можете найти у меня на сайте hmg.ru, либо в моих группах в соцсетях Facebook, Одноклассники или ВКонтакте. Вот мы закончили первый круг. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Мы полностью готовы, чтобы поработать еще раз над грудными мышцами. Разминка, как вы понимаете, не нужна. Мы уже работаем с этим весом, с которым поработали в первом подходе. Что интересно, Женя мне позволило выполнить уже 17 повторений. В первом подходе я сделал 15, но во втором и в третьем, кстати, тоже я сделал 17 повторений. То же самое, переходим к тяге, тоже не нужна разминка, с тем же весом, с которым работали, работаем 40 секунд. И снова переходим к мышцам голени. Обратите внимание, друзья, на те рекомендации, которые я даю относительно прокачки голени. Очень важно делать ее следующим образом. Во-первых, представлять, концентрироваться на том, что вы поднимаете пятку за счет того, что давите на большие пальцы ног. Конечно, вес вы держите всей стопой, всеми пятью пальцами, но концентрируемся мысленно, как будто мы это делаем преимущественно за счет больших пальцев. Попробуйте, и вы почувствуете разницу. Но самое главное, движение вверх осуществляется в два этапа. Сначала мы поднимаем стопу до параллели с полом, а следующим движением уже поднимаем ее вверх. Опускаем пятку одним движением. Раз, два, раз. Попробуйте, если вы никогда этого не пробовали, и вы тоже почувствуете разницу. Вы почувствуете, насколько по-другому работает мышца, и вес гораздо меньше, чем с которым вы привыкли работать. Это очень-очень классный совет, это тоже не я придумал. По-моему, первый раз я это услышал от Дмитрия Ешанькина. И попробовав, мне очень-очень понравилось. Попробуйте и вы, и обязательно отпишитесь в комментариях. Закончили второй круг, и переходим к третьему. Скажу сразу, я сегодня сделал всего три круга. Сделал еще третий подход в жиме гантелей. Поработал еще один подходик, третий, в тяге горизонтального блока. И сделал еще один подход для голеностопа. По Виктору Николаевичу, вы помните, что три рабочих подхода, это всего лишь тонизирующая нагрузка. Но поверьте, даже несмотря, что я сейчас на фармакологии, вы знаете, я не скрываю этого, с недавних пор, и то я сдох, и я чувствую, что я дал мышцам необходимый толчок для роста. Я не считаю, что это была тонизирующая нагрузка. Я считаю, что это была достаточно развивающая нагрузка, и мышцы будут расти. Конечно, кто-то из вас скажет, да вы химики, вам вообще все равно. Но, друзья, хейтеры и тролли всегда присутствуют, не будем обращать на них внимания. Вы видите в комментариях, их полно, я даже стараюсь вообще игнорировать их. Я вам рекомендую, если вы никогда не тренировались подобным образом, попробуйте, так же, как и я, с трех кругов. Для голени можете сделать больше, откровенно говоря, я тоже чувствую, что могу сделать больше для голени. Но грудные мышцы и широчайшие вполне получили достаточно развивающую нагрузку. По Виктору Николаевичу, от 5 до 9 подходов, представляете, мы должны были бы с вами сделать, чтобы действительно запустить все самые необходимые механизмы роста, чтобы в ДНК-клитке появились факторы для запуска строительства новых миофибрилов. Но я вам гарантирую, что большинство из вас, если бы сделало даже 5, 6, 7, я уже не говорю 9 таких рабочих подходов, вы бы просто сдохли и сдохли бы ваши мышцы. Навряд ли бы вы смогли поработать даже с 7-7%. Поэтому, друзья, давайте развиваться потихонечку. Спасибо огромное Виктору Николаевичу. Мы все его очень уважаем за то, что он делал для нас, за то, с чем он с нами делился, как он это делал, без пафоса, без какого-то либо превосходства с его стороны. Хотя человек был выдающийся, вы знаете, он был консультантом во всех абсолютно сборных России, в любом виде спорта. Только одно это говорит уже о многом. Друзья, попробуйте данный вид тренинга. Концентрируйтесь на работе. Что самое главное? Если вы будете работать, как я сегодня, с 70-75% от вашего разового максимума, то можете смело работать от 30 до 40 секунд. Смотрите, чтобы между подходами рабочими на одну мышечную группу был отдых в 10 минут. Как минимум, как минимум 5, но 10 минут лучше. Особенно, если вы только начинаете тренироваться подобным образом. Следующее. Все равно старайтесь немножечко замедлять негативную фазу. Это делается даже не для того, чтобы она была медленной, а делается только для того, чтобы вы лучше концентрировались на работе мышц. Ведь не секрет, что большинство из нас, когда выполняет негативную фазу движения, просто расслабляет мышцы. А нам с вами необходимо, точно так же, как когда вы отжимаете вес от себя именно за счет напряжения мышц, точно так же и опускать вес необходимо за счет напряжения мышц. Подумайте об этом. Не за счет гравитации, хотя сейчас споры, есть ли она. Не за счет притяжения Земли. Не за счет расслабления. А за счет напряжения мышцы. Напрягли мышцу и опустили гандель. Напрягли мышцу, выжили гандель. Вы качественно почувствуете, сразу же я вам это гарантирую, как по-другому реагируют мышцы на подобный тренинг. Обращайте внимание также на то, что в верхней фазе движения не нужно распрямлять руки полностью. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы кровь как можно больше оставалась в работающей мышце. Это тоже очень хороший фактор. Пейте достаточно воды между тренировкой. Друзья, надеюсь, наглядно, гораздо проще. Я вам объяснил, как тренировать гликолитические мышечные волокна на гипертрофию. Именно за счет гиперплазии, то есть увеличения количества миофибрил. Вы знаете, что количество волокон изменить невозможно. Мы можем их только утолщать. А вот утолщать мы волокно можем как раз таки за счет увеличения количества миофибрил, которые находятся непосредственно в мышечном волокне. Не пропустите, я вас научу так же, как делать подобные тренировки и для окислительного мышечного волокна. Да, не удивляйтесь, мы с вами можем увеличивать точно так же окислительные мышечные волокна, тоже за счет гиперплазии миофибрил. И они точно так же будут расти. И вы будете выглядеть гораздо круче, чем те, кто тренирует только гликолитические мышечные волокна. Ну и конечно же, друзья, мы с вами научимся тренировать, работать над увеличением митофондрии. И в гликолитическом, и в окислительном мышечном волокне. Не пропустите, скоро на канале будет очень много новых интересных стримов с интересными людьми. Также, друзья, вы видели уже, я познакомился с профессором бразильцем, который преподает в университете американском, очень известном, Кайзер-юниверситете. Который тренировал очень многих и тренирует очень многих звезд спорта по различным дисциплинам. От формулы 1 до боев без правил. ММА и UFC. Это говорит очень о многом. Он учился у Силуянова, он недавно был в Москве по приглашению кафедры Силуянова с 12-часовой лекцией. Так что, друзья, очень-очень много интересного ждет и вас, и меня в том числе, нас с вами на нашем любимом канале. Друзья, спасибо, что смотрите. Не забывайте обязательно писать вопросы в комментариях. На все вопросы я отвечаю, а на самые интересные, как вы знаете, снимаю видеоролики. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека, и ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лгом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак Фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok